Приветствую вас. Предположим, просто пока предположим, что мужчина позволяет себе делать вещи, которые для вас неприемлемы. Это неприятно, это негативно сказывается на вас и чего уж там скрывать в общем целом на детях. Вот, негативно сказывается. Вот. А вы как бы что делаете? Ну, то есть, муж, да, он, там, спустился во все человека. Да, это правда. Допустим. А что делаете вы? Ну, то есть, вы как-то реагируете на это? Вы собираетесь от него уходить? Вы собираетесь там, не знаю, принять его такие новые увлечения? Вот. Или вы продолжите терпеть? То есть, в следствии чего? У вас, вот именно у вас, в следствии чего, возникает вот это вот состояние депрессивное, о котором вы говорите. Вот. Ну, допустим, у мужа, может быть, какие-то трудности, может быть, какие-то проблемы, может быть, а, ну, таким образом он снимает напряжение, например, да? Вот. Я не говорю, что это, что это прям, знаете, вот, что это прям идеальный вариант, да? Снятие напряжения, не пытаюсь это сказать, но, допустим, муж, он, вот, решает свою проблему, ну, вот, решает свои проблемы так, да, то есть, как бы, худо-бедно, но решает. А, как вы решает свои проблемы, то есть, то решение ваших проблем, это страдать, в данном случае, или это требовать от мужа каких-то изменений, каких-то перемен, вот. То есть, если, 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 если вам все это неприятно, то, что делает ваш муж, то как вы даете ему, даете ему понять, что вам неприятно? Как вы, собственно говоря, ну, как вы доносите до него то, что ему неприятно? Как вы мотивируете человека считаться с вашей позиции, считаться с вашей точкой, точкой, точкой зрения и так далее? Или ничего из этого вы не делаете, а просто надеетесь, что муж, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ и всё вернётся на круги своя, ну, я боюсь, что этого не произойдёт, потому что муж и жена что-то, а кроме того, смотрите, вы говорите, упустился вообще тяжко, то есть такое ощущение, да, что человек себя сдерживал, 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 а вот, потом ему сдерживать себя надоело, и он пустился вообще тяжко. То есть мне нет такого ощущения, знаете, что для вас это новость, но это ощущение, скорее всего, для вас это вот что-то такое. Эм, что же такое? От чего вы обмахивались долгое время? Эм, что-то такое, что вы, ну, не знаю, что вы не желали, признавать в течение долгого времени, вот. И, а потом так вышло, что вас поставили уже перед фактом, как мне кажется, и у вас не осталось другого выбора, иного выбора, кроме как обратить на это внимание. Но, прикол в том, что обратив на это внимание, вы по-прежнему не принимаете реальность, в которой это существует. Потому что для вас это обращает какие-то очень, наверное, негативные последствия. Что я здесь имею ввиду? Ну, интимная сфера – это очень лично, очень лично. И, наверное, заставляет кого-либо делать что-либо против своей воли, или, наоборот, делать что-либо не по желанию. Но это, мягко говоря, не совсем та позиция, которая может вам принести некоторую пользу, скажем так. Поэтому, крайне важный момент заключается в следующем. Как вы сами относитесь к тому, что делает ваш муж? Как вы сами видите его действия, как они вам видят его действия? Знаете ли вы причину его такого, скажем, несколько эксцентричного поведения? Знаете ли вы, что послужило причиной, мотивом для него так поступать, таким образом поступать? Если вы это знаете, то хорошо, если вы это знаете, то вам нужно обязательно с нами этим поделиться и рассказать нам то, что вы знаете. Если же вы не знаете, то можно попробовать узнать. Ну это потребует некоторых усилий, это потребует некоторых ресурсов от вас. Поэтому я думаю, думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Дальше. Крайне важно понять, как конкретно на вас влияет эта ситуация. То есть, как конкретно вы на нее реагируете. Ну то есть, ваш муж ведет себя, конечно, достаточно спорно. Это правда. Ну, как на вас это влияет? Воспринимаете ли вы это как личное оскорбление или как нежелание вашего мужа, там, что-то в своей жизни, например, меняется, да? На какие-то проблемы свои, в том числе проблемы, вот и так далее. То есть, это вот такие достаточно важные моменты, на которые, как мне кажется, нужно обратить ваше внимание. Вот там что-то, как бы, ну такая определяющая, я бы сказал, история здесь. Вот. Так это именно то, что определяет ваши отношения. Это именно то, что делает ваши отношения, ну как бы, отношениями. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду? Если вы вспоминяетесь на свой счет, то, прежде чем что-либо делать дальше, необходимо вам поработать над обречением своей внутренней гармонии, для того, чтобы ситуация несколько разрешилась. В этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!